Всем привет! В этом видео поговорим о том, что членство в НАТО не пошло Финляндии на пользу. Газета New York Times написала о том, что к финским властям пришло отрезвление, и они осознали, что вступление в НАТО было ошибкой. Со времен окончания Второй мировой войны Финляндия сохраняла военный нейтралитет, не вступая ни с кем в военные союзы. Нейтральный статус позволял Финляндии извлекать огромную прибыль от транзита товаров между Россией и Европой. Выгодное географическое расположение Финляндии способствовало высоким заработкам на российских туристах, на транзитных воздушных перелетах, на продаже финских товаров в близлежащих российских регионах. Финский бюджет зарабатывал на перепродаже в другие страны Европы российской нефти, угля и древесины. Всего перечисленного выше Финляндия лишилась в обмен на членство в североатлантическом военном блоке. И вот теперь директор по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Яния Коусела Матери Нью-Йорк Тайм заявил, что участие Финляндии в НАТО оказалось слишком дорогим и сложным. Финские власти, оказывается, не предполагали, что жизнь в НАТО будет настолько трудна, политизирована и финансово обременительна. По словам Коусела, финское руководство столкнулось с необходимостью модернизации ненужных железных дорог, закупки крупной партии американского оружия и финансирования украинской армии. Все указанные расходы не принесут никакой пользы Финляндии. Под давлением стран НАТО финское руководство вынуждено было пойти на увеличение оборонного бюджета до 6,2 млрд евро, из которого большая часть средств пойдет на покупку истребителей Ф-35 и кораблей, которые необходимы для патрулирования морей. По требованию НАТО финские власти займутся модернизацией железной дороги, связывающей страну со Швецией, которая будет иметь исключительно военное применение и может быть использована лишь в случае военного конфликта с Россией для оперативной переброски военной техники. По мнению отставного генерал-майора США Гордона Дэвиса, в случае возможного конфликта с Россией в Финляндии будет отведена второстепенная роль, заключающаяся в обеспечении контроля над Баренцевым морем и защите кораблей, доставляющих в северные широты подкрепления из стран НАТО. Это потребует сложных и дорогостоящих решений стороны финского правительства.